Дорогие друзья, добрый день. Я очень рад всех поприветствовать на очередном форуме Общероссийского народного фронта. По традиции на нашей встрече присутствуют и доверенные лица президента. Напомню, мы договорились, что будем постоянно находиться в диалоге, вместе работать над ключевыми вопросами развития. В прошлом году форум действий проходил накануне послания Федеральному собранию, и многие прозвучавшие тогда идеи, предложения, если вы помните, обратили, если внимание на это, вошли в текст, который был предложен стране, а затем эти предложения, во всяком случае, были предприняты такие попытки. Мы сегодня поговорим, насколько они были состоятельными, удачными, что удалось, что не удалось сделать, но в любом случае эти предложения были транслированы соответствующим образом и в государственные решения. Рассчитываю, что и сегодня у нас состоится предметный разговор по наиболее острым вопросам, которые волнуют всех нас, волнуют всех граждан страны, по темам, которые требуют оперативной реакции и оперативного решения. Хотел бы сказать несколько слов прежде всего о том, что Народный фронт действительно, как мы с вами и планировали, стал хорошим примером гражданской активности. Вы объединили неравнодушных людей вокруг очень сложных задач, решения которых невозможны без совместных усилий государства и всего общества. Так, полтора года назад мы говорили о необходимости наладить гражданский контроль за государственными и муниципальными закупками. Сфера непростая, да, ещё и с серьёзными, прямо надо сказать об этом, да, мы, собственно, и говорим об этом прямо частенько, с коррупционными рисками. Велик соблазн устроить себе красивую жизнь за счёт государства или за общественный счёт. Мы серьёзно изменили законодательство в области госзакупок, упорядочили процедуры, но именно гражданский контроль стал той силой, которая позволила реально заработать нормам закона. Заставило многих чиновников всерьёз задуматься о своей репутации, о том, что идти против мнения общества – это опасная вещь, что расточительство, неумение распорядиться государственными средствами, а то и откровенное мздоимство, воровство не останутся незамеченными. По результатам проверок активистов ОНФ сегодня работают и контрольное управление администрации президента, и правоохранительные органы. По отдельным лицам, которые допустили соответствующие промахи, ошибки или правонарушения, уже сделаны соответствующие выводы. Я просил бы вас, уважаемые коллеги, и дальше действовать тоже последовательно и принципиально. Полезным и востребованным оказался и формат тематических форумов Народного фронта. Месяц назад в Пензе, если вы помните, подробно рассматривали состояние дел в системе образования. И, на мой взгляд, разговор состоялся очень полезным, да и интересным. Знаю, что звучит много предложений продолжить такую практику, и, конечно, мы это будем делать. И давайте сегодня тоже подумаем, какие темы нам следует детально обсудить в дальнейшем. Со своей стороны, предложил бы в первой половине 2015 года провести тематический форум, посвященный проблемам отечественного здравоохранения. Так же, как и образование – одна из важнейших тем, которая интересует практически каждую семью, каждого нашего гражданина. Ну и, конечно, к участию в этом диалоге необходимо будет привлечь и представителей медицинского сообщества. Такая широкая, открытая дискуссия всегда очень полезна. Она позволяет вести преобразование в ключевых сферах, исходя не из ведомственных интересов и представлений, а опираясь на мнение людей, исходя из интересов граждан страны. И, конечно, очень важна работа, которую ведут активисты ОНФ на местах. Это помощь детским домам, школам, больницам, гражданам, которые в силу состояния здоровья, возраста, каких-то других причин не могут отстоять свои права от иногда или в некоторых местах встречающегося произвола. Вы собираете вокруг себя участников социальных проектов, волонтёров. Это также укрепляет и авторитеты, и возможности Народного фронта. Хотел бы отдельно поблагодарить Народный фронт за внимание к решению проблем жителей Крыма и Севастополя, а также за искреннюю помощь беженцам с Украины. Наш народ показал пример настоящего гражданского участия, сопереживания, патриотизма, продемонстрировал сплочённость. Сегодня мы должны использовать общественную энергию, национальный подъём для развития страны, для обновления экономики, для повышения качества сфер, которые крайне важны для каждого гражданина. Я имею в виду социальные сферы, прежде всего это здравоохранение, о котором мы уже говорили, образование, социальная поддержка. Наша программа обозначена в майских указах 2012 года, в соответствующих посланиях президента, и мы обязательно будем двигаться по исполнению всех намеченных планов, добиваясь поставленных целей. Конечно же, нужно учитывать все факторы, в том числе и внешнюю конъюнктуру, текущую экономическую конъюнктуру. Словом, быть реалистами и прагматиками, не строить замки на песке – это само собой разумеется. Если этого требуют объективные обстоятельства, нужно искать соответствующие решения, исходя из складывающейся обстановки, уточнять приоритеты – это и оправданно, и возможно, и необходимо. Недопустимо другое – прикрываться этими проблемами для того, чтобы не решать стоящие перед нами задачи. Ссылаться на объективные обстоятельства, объясняя часто свою неэффективность, неумение, равнодушие к порученному делу и к интересам людей. И я прошу вас, уважаемые коллеги, всех, кто работает в рамках Народного фронта, решительно выступать против подобных настроений. Чиновники на всех уровнях власти должны работать, а не искать оправдания своей подчас бездеятельности. Важно, чтобы Народный фронт обеспечил именно народный, гражданский контроль, мониторинг исполнения всех наших задач и решений, которые раньше были сформулированы. И, конечно, я очень бы хотел, уважаемые коллеги, чтобы мы с вами опирались на объективную информацию в ходе нашей непосредственной работы на местах и в ходе сегодняшнего разговора. Я уже говорил, что в прошлый раз мы собирались перед посланием, сказал в самом начале, и сейчас мы собрались именно в преддверии послания президента федеральному собранию. И очень рассчитываю, собственно говоря, и просил сегодня организаторов вашей деятельности, вашей работы собраться, встретиться с вами именно сейчас, для того, чтобы в преддверии подготовки к посланию тоже от вас что-то получить в качестве дополнительных идей, дополнительного анализа того, что происходит в стране, как и что делается, и учесть это в послании федеральному собранию, а затем и в соответствующих законах, либо указах, либо в постановлениях правительства. И хочу сказать, что если мы с вами будем работать именно таким образом, как в принципе нам до сих пор удавалось, безусловно, эффективность нашей работы по исполнению всех ранее задуманных планов будет на должном уровне, и это, безусловно, нам будет помогать решать эти задачи, перед которыми стоит вся страна. Большое спасибо вам за внимание. Я думаю, что не буду утомлять вас длинными речами, но лучше придём непосредственно к дискуссии и разговору. Спасибо большое. Спасибо.